Все не очень хорошо и не очень плохо. Цифры небольшие, но исходя из условий, в которых приходилось работать правительству, результат нормальный, считает Сергей Меликов. Свой отчет о деятельности республиканского Кабмина глава региона начал с короткого экскурса в предысторию. В частности, пандемия, ограничения, новые министры – все это требовало времени для качественного выстраивания эффективной работы. Тем не менее, руководитель Дагисана высказал и недовольство работы чиновников по отдельным направлениям, а конкретнее по нацпроектам. Когда контракты заключаются в четвертом квартале, мы получаем вот такие цифры, что по итогам года их исполнение составило 73%. Тогда у меня вопрос, а зачем заявляться на 100? Давайте заявляться на 75. Зачем заявляться на федеральные средства, на те деньги, которые мы не можем освоить. Но мы же под них даем обещания населению. Мы говорим населению, что будет построено 10 школ, а строим 5. Мы говорим, что будет построено 15 детских садов, а строим 8. А потом мы удивляемся, почему у населения нет доверия к власти, потому что власть ведет себя прежде всего непрофессионально, некомпетентно. Далее речь зашла и о хорошем. Аграрии республики собрали в этом году рекордное количество риса – 115 тонн. Но при этом Меликов отметил отсутствие в республике возможности эффективного и выгодного сбыта собственного продукта себе же на пользу. В основном производителям региона приходится при реализации действовать через посредника. Причем это касается и плодовых культур, которые в Дагестане произвели 195 тысяч тонн. Беда в том, что все они ушли на сторону. Говоря коротко, садоводство развивается, но сбыт идет через сторонних операторов. Неважно, обстоят дела и в животноводстве. И это при том, что Дагестан сохраняет за собой статус одного из лидеров в этой сфере по стране. По словам Меликова, ежегодно из регионов другие субъекты России и на экспорт вывозится около 15 тысяч тонн мяса живым и убоенным весом. Проблема в том, что в республике нет ни одного перерабатывающего завода полного цикла. Производство должно быть налажено на месте, подчеркнул в своем докладе Сергей Меликов. Но и тут мы сталкиваемся с кучей проблем. Есть инвестор, готовый вложить в проект деньги. Упираемся в земельные вопросы. С этим в Дагестане годами никто не разбирался. Сфера земельных отношений в республике самозапущенные. У нас имущественные отношения сегодня не позволяют определить участки земельные для реализации крупного инвестиционного проекта, как вблизи населенного пункта Вадан, под проект, дающий возобновляемую энергетику. Крупнейший проект в стране, который мы хотим реализовать, поставив там солнечные батареи, упираются в мнение одного участника. Давайте мы тогда этого участника подвинем. Что лучше сделать? Подвинуть участника, у которого там свои амбиции или интересы? Или подвинуть инвестиционный проект на сумму более 30 миллиардов рублей? Давайте положим на чашу весов вот эти истории. Говоря о проблемах энергообеспечения региона, Меликов подчеркнул, что Дагестан давно перестал производить энергетические мощности, потому как сам эти мощности и съедает. Огромное количество незаконных майнинг-ферм лишнее тому подтверждением. При этом глава заверил, что в энергетической и газовых сферах будет наведен должный порядок. Соответствующие соглашения с Газпромом и Россетями уже достигнуты. Одной из важных отраслей экономики является топливоэнергический комплекс. Исходя из этой позиции, с первого дня пребывания в должности, я определил правительству республики приоритетные задачи о решении накопившихся проблем в данной сфере. Правительством были проведены системный анализ ситуации с выработкой и потреблением электроэнергии, инвентаризация фактического наличия и юридического оформления права на объекты электрохозяйства. На данном этапе имеется существенный дефицит генерирующих мощностей, что не позволяет покрывать собственной электроэнергией потребности экономики республики. Могу еще раз прочитать и довести, что сегодня у нас имеется значительный дефицит генерирующих мощностей. Почему мы и идем на разработку и реализацию инвестиций, в том числе связанных с использованием эксплуатации возобновляемой энергетики. Почти за два часа своего выступления Сергей Меликов затронул все сферы экономики республики, включая вопросы уборки мусора, создание единого оператора водоснабжения с единым расчетным центром для удобства населения. Подводя итог своего выступления, глава региона отметил, что в 2021 году власти республики изучали возможности и искали пути. Теперь задача по этим найденным маршрутам – комплексно идти вперед и развиваться.